Всем добрый день! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаль. О самом важном в ближайшие несколько минут. Почти полмиллиарда рублей в этом году направили на ремонт улиц Бийской агломерации. Ход работ проверил глава региона. Каковы результаты? Повышение выплат сельским пенсионерам и отмена справок в детский сад. Как изменится жизнь россиян в сентябре? Фото в купальнике разрешается. Педагогам подсказали, как правильно вести себя в интернете. О новых нормах поведения в нашем выпуске. Почти полмиллиарда рублей в этом году направили на ремонт улиц Бийской агломерации. Ход работ во время рабочего визита в Наукоград губернатор края Виктор Томенко обсудил с руководством города, представителями подрядчика и общественностью. Сначительную часть финансирования города удалось получить благодаря нас проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего отремонтируют почти 18 километров дорожного полотна на 19 улицах. Также губернатор проверил, как идет благоустройство бульвара Вали Максимовой в центре Бийска. Эту территорию онлайн-голосованием выбирали сами жители города. Подрядчик выложит бульвар, брусчатка, установит лавочки, урны и фонтан. Предусмотрены спортплощадка, велодорожки и пространство для выгула собак. Особое внимание уделят комфорту маломобильных горожан. Стоимость работ составит 38,5 миллионов рублей. Полностью работы завершатся до конца октября. 34 миллиарда рублей получит Алтайский край на реализацию национального проекта «Демография». Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Нацпроект рассчитан до 2025 года. В Алтайском крае реализуют все пять направлений. Финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин, старшее поколение, укрепление общественного здоровья, спорт, норма жизни. Их цель – увеличить рождаемость в регионе, а также среднюю продолжительность жизни. Например, проект финансовой поддержки предполагает выплаты и льготные условия, связанные с рождением ребенка, выплаты за первенца, третьего ребенка и льготную ипотеку. Первые шаги делает на сегодня мера поддержки как льготная ипотека, которая сегодня достаточно, я думаю, что будет востребована 6%. У нас как минимум 19 банков в Алтайском крае предоставляют данную меру поддержки. И она распространяется, если даже семья взяла ипотеку ранее, а ребенок родился с 1 января 2018 года по 2022 год, они могут, соответственно, воспользоваться данной поддержкой. Также у нас проект «Демография» нацелен на увеличение средней продолжительности жизни до 76 лет. Сейчас показатель составляет 71 год. Проект «Старшее поколение» предполагает развитие здравоохранения, проведение осмотров и диспансеризации. Ситуация на сегодня складывается в том, что даже если мы выполним показатели по диспансеризации, надо еще одну маленькую составляющую, чтобы все рекомендации врачей, указанные, они исполнялись. И порой нам кажется, что есть волшебные таблетки для долголетия и для вообще общего самочувствия. Но по сути мы замечаем, как только мы меняем общество, меняем среду, меняем образ жизни пожилого человека, у него само собой отпадает необходимость постоянным медикаментозным и врачебным сопровождением. А сейчас с другим темом. Сегодня исполняется ровно 15 лет трагедии в Беслане, когда террористы захватили в заложники детей и педагогов в школе номер один на площади перед Алтайским техническим университетом. В эти минуты собрались сотни студентов и просто неравнодушных горожан, чтобы почтить память погибших и пострадавших в сентябре 2004-го. На месте находится и мой коллега Глеб Полянский. Глеб, добрый день, вам слово. Раз, два, три, четыре. Здравствуйте, коллеги. Сегодня Барнаул вместе со всей страной чтит память погибших в страшном террористическом акте в Беслане, когда 1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники больше тысячи человек и двое суток, больше двух суток держали их в заминированном спортивном зале без еды, воды и каких-либо удобств. Но когда, все это время с террористами велись переговоры, но когда 3 сентября в зале раздались взрывы, спецподразделения приняли решение о немедленном штурме. В результате большинство заложников было освобождено, но погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Сейчас на площадке возле технического университета в Барнаулу собрались несколько сотен людей, чтобы почтить минутой молчания память о погибших. И сейчас рядом со мной студенты военно-учебного центра Алтайского политеха. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Ну вот сколько вам было тогда лет в 2004 году? Что-то помните вот об этом теракте? В 2004 мне было всего лишь 4 года. Честно говоря, очень слабо. Какие-то есть определенные воспоминания, но какие-то подробности я уже вспомнить не могу. Потом уже в дальнейшей жизни я узнал о подвиге этих ребят и о погибших, но в то время нет, конечно, подробностей не было. Ну вот для вас уже, получается, это такие отдаленные воспоминания из детства. Как вы считаете, насколько важно вообще сохранять память вот об этой трагедии? Ну, сохранять память, безусловно, важно, потому что в первую очередь они совершили серьезный подвиг. Они спасли немало количества жизней. И если мы будем помнить о том, какие были герои, какие подвиги совершались, то, скорее всего, будет взят пример. Люди будут более смелыми, будут готовы на поступки определенные, как совершили тогда, в 2004 году. И нам будет всем, пожалуй, спокойней. Спасибо. Буквально с минуты на минуту начнется, собственно, минута молчания. И, пожалуй, мы немного помолчим в память о погибших коллеги. Спасибо, Глеб. Ждем от вас подробностей в следующих выпусках новостей. Ну а пока к другим темам. Повышение выплат сельским пенсионерам и отмена справок в детский сад. Подробнее о том, как изменится жизнь россиян в сентябре, расскажем далее. В начале сентября пенсионный фонд формально завершит перерасчет страховых пенсий. С января он шел в России в беззаявительном порядке. Самая большая прибавка положена неработающим сельским пенсионерам, которые проработали в сельском хозяйстве больше 30 лет. Их ежемесячные выплаты увеличиваются на 25% от суммы фиксированной выплаты. А это в среднем около 1000 рублей. Те, кому не провели перерасчет в автоматическом режиме, с сентября могут подать заявление. С начала сентября беспилотные летательные аппараты, в том числе и игрушечные дроны, нужно будет ставить на официальный учет. Регистрировать придется устройство весом от 250 грамм до 30 килограмм. Срок в течение 10 дней с момента покупки. Регистрации подлежат как устройства, произведенные в России, так и ввезенные из-за рубежа. После регистрации дроны внесут специальную базу. В случае кражи или утери устройства об этом также нужно будет сообщать. Рассматривать заявление и вести реестр будет Росавиация. И еще одно нововведение сентября. С началом учебного года родителям больше не нужно ежегодно предоставлять в детские сады медицинские справки из поликлиники, как это было раньше. Теперь справки понадобятся только тем детям, которые оказались в местности, где были зафиксированы эпидемии. При этом в рамках перехода на электронный документооборот такой учет должен будет вестись автоматически. Анна Алымова, Екатерина Питунина, Новости. Педагогам подсказали, как правильно вести себя в интернете. Общероссийский профсоюз образования и Министерство образования обновили нормы профессиональной этики для учителей. Документ должен заменить устаревший модельный кодекс профэтики педагогических работников пятилетней давности. Поводом для обновления правил стало увольнение барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой за фото в купальнике. Новые нормы регламентируют поведение педагогов не только в образовательном учреждении, но и в интернете. Таким образом, учителя имеют право публиковать личные фото во время занятия спортом, в том числе и в купальниках. Главная рекомендация новых норм – воздержание от размещения в сети интернет в местах, доступной для детей информации, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка. Также учителям следует избегать ситуации, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педагога или школы. Подробнее об этом мы расскажем в вечерних выпусках новостей, а также обсудим в программе «Интервью дня». Гость в студии – Юрий Абдулаев, председатель краевой организации профсоюзов работников народного образования и науки России. Смотрите в эфире нашего телеканала в 17.15, а пока к другим темам. Больше тысячи учебных мест создали в Алтайском крае к новому учебному году по поручению Виктора Томенко в рамках национального проекта «Образование» и 10 инициатив губернатора. Около половины школ обновили свою материально-техническую базу, получили новые автобусы, предметные и компьютерные классы, медицинское и кухонное оборудование. За счет средств федеральной субсидии отремонтировали 9 спортивных залов в сельских школах, еще 14 спортзалов за счет краевого бюджета. Четыре школы в этом учебном году обновили, еще пять школ ждут планового ремонта в 2020. Для развития образования в регионе появятся мобильные квантуриумы и IT-куб. В них алтайские школьники смогут осваивать новые технологии. Новый спорткомплекс открылся в селе Алтайское. Это подарок ученикам пятой школы и жителям района от компании «Марьяра» к новому учебному году. Все подробности у моей коллеги Евгении Князевой. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка и спортивные снаряды. Теперь ученики школы номер пять села Алтайское смогут не только полноценно заниматься на уроках физкультуры, но и проводить свободное время с пользой для здоровья. Этот спорткомплекс подарила району компания «Марьяра». Очень мало таких современных площадок. Мы решили построить как раз практически во всех крупных населенных пунктах, в которых мы работаем, где нам наши покупатели помогают зарабатывать. Вот эти же деньги, которые мы решили, та же часть заработанную, тратить на их же благо, на благо их детей. Раньше на месте спорткомплекса находилось старое строение. Заниматься на таком было сложно. Как признаются школьники, в этом году особенно ждали приближения первого учебного дня. Не терпелось поскорее наступить на новое поле и попробовать свои силы на тренажерах. Мне очень интересно, очень радостно, что у нас в селе открылось такое. Я не видел такое даже ни в Барнауле, ни в Новосибирске такого я не видел. А тут у нас в райцентре такое открылось. Мне очень радостно. Многие очень ждали открытия именно спортплощадок и корта, так как тут на переменах очень много проводят времени ученики школы и даже в неурочное время. Спорткомплекс от компании «Мариара» появился не только в Алтайском районе. Аналогичные открыли в Новоалтайске и Новокузнецке. По словам директора «Мариара» Александра Ракшина, в следующем году компания планирует построить еще три. Евгения Князева, Сергей Сидых. Новости. На этом у меня пока все. Эфир продолжат мои коллеги. Ну а мы с вами увидимся уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok